Добрый вечер, присутствующие. Меня зовут Лариса. Я представляю компанию Одноклассники, которая занимается разработкой объема моего портала в социальной сети. И сегодня я покажу вам о том, как я тестирую мобильную версию этого портала. Мобильная версия в самой мастерой картинке. Здесь можно сравнить, как она выглядит в сравнении с веб-версией, если бы мы ее открыли на каком-нибудь мартфоне или планшете. То есть, можно наглядно наблюдать, что если мы будем смотреть на наш портал на пай-версию, то информации много, места мало, видно плохо, функционально на другую все поддерживается, поэтому мобильная версия выглядела значительно двигательнее. Собственно, поэтому мы ее разрабатываем. Чем она отличается и второе ее особенности в сравнении с большой версией. В первую очередь, она должна быть легкой, должна потреблять немного трафика, при этом она должна быть функциональной, то есть поддерживать как можно больше желательно всех функций большого портала. И при этом она должна быть удобной, интуитивной, понятной для пользования, при этом она должна быть производительной, то есть работать быстро и хорошо для пользователя, то есть ничего не должно тормозить, ничего не должно отписать. Плюс, естественно, дизайн. Мы очень много работаем над дизайном, чтобы она была красивая, чтобы пользователи чисто визуально глядя на нее. И хотел больше от этого не предоходить. Что касается трафика. Если мы зайдем на большой квартал, то минимальное количество кликов отправим, используем у тебя одно шаг наоборот и написали вверх как два. Сколько вы потратите 763 кВт? С мобильной версии 5. Посмотреть три первых фотографии, минимальное количество кликов и вот 1-2 мегабайта, может 144. Практически в 10 раз меньше. Соответственно, все другие. Почему порталы не используют какие версии? Чем они так продвижаются? Тестирую я лично не используя никакие практические эмуляторы, то есть у нас в компании есть очень много устройств, различных производителей с различными платформами, абсолютно реальные физические издеваемые, которые крутым верхом со всех сторон. Самое популярное здесь представлено на слайде. Иногда бывает, что нужно какой-нибудь непопулярный девайс тестировать, когда мы его стараемся в первую очередь найти физически, если не получается, тогда ищем эмулятор. Так. Тестируем, естественно, в разных мобильных браузерах. Самые популярные также здесь представленные, как оказалось, наши пользователи пользуются и менее популярными, такими как УС-браузер, Дольфин. Иногда бывает, что приходят от них вопросы, какие-то, может быть, жалобы, тогда мы тоже проверяем, и если есть возможность, стараемся им помочь. Но официально не поддерживаем. Если говорить о статистике, по миру картину выглядят таким образом, то есть он дует нативный браузер, встроенный платформу уже обогнал iPhone и Opera, но если посмотреть на картину в Латвии, Opera все уже на первом месте, то есть тут имеется и Opera, и Opera Mini, и Opera Mobile, в зависимости от устройства. Плюс также можно видеть, что вот этот вот UC-браузер у нас тоже в Латвии пользуется какой-никакой популярностью, почти как на киотераптивной платформе, встроенный на киотераптивной браузере. Но самое интересное, так как наш платформа ориентирован на российского пользователя из стран СНГ, а трек оперы просто очевиден, то есть Opera Mini просто победитель всех победителей, поэтому ей мы должны уделять как можно больше внимания в сравнении даже с Android и iPhone. Для Opera Mini иногда я использую эмулятор, микроэмулятор такая программа, которая позволяет практически любой браузер смолировать, если нужно. И пару раз мне нужно было снять красивые стриншоты, поэтому я использую эмулятор для Android, но, как я уже говорила, в принципе, я этим для тестирования не пользуюсь, потому что все девайсы есть у меня. Как я тестирую, собственно? Для начала я составляю тест-план, в нашей компании это очень популярно и очень требуется. Тест-план состоит из нескольких пунктов. Сначала я продумываю, что я буду тестировать, какие именно места на портале, какие страницы, какие экраны. Далее идет тестирование непосредственно функциональности, то есть логики, как функциональность будет работать. И далее продумываются именно пользовательские кейсы, то есть что пользователь может сделать, чего он не сделает. И какие-то, может быть, нестандартные условия, например, каким образом новая функциональность будет взаимодействовать со старыми функциональностями, как оно, например, будет выглядеть на экстремально узком экране, на экстремально большом экране и так далее, если это требуется. Потому что они разные бывают. Иногда бывает, что дизайнерам не очень много внимания уделяем, иногда наоборот, посмотрим, как будет выглядеть. Как у нас устроено тестирование в отличие от большого сайта? Мы не тестируем практически мобильную директорность в виде разработки, потому что наши разработчики, в принципе, достаточно хорошо проверяют свой план сами. И иногда бывает не нужно зайти в металл, в рабочую посмотреть, но в большинстве случаев на тестовую среду укладываем достаточно хорошую версию, рабочую, готовую посредством к тестированию на тестовую среду. После этого мы, после того, как все-таки в работе мы протестировали, мы укладываем на продажную среду, иногда включаем на все количество пользователей, смотрим на нагрузку, смотрим на реакцию, собираем судьбу, и если все хорошо, включаем для всех. И, собственно, таким образом весь этот цикл и происходит. И личная проблема, с которыми я сталкиваюсь при тестировании мобильной версии, которые нужно учитывать, то, что наша мобильная версия стоит абсолютно отдельно от большого сайта. Она это не копирует, не урезает, это абсолютно отдельная команда. Иногда бывает, что мы не все поддерживаем, что делает большой сайт. И поэтому часто бывает так, что на вебе что-то сделано хорошо и красиво, а про нас забыли. Случается. Соответственно, если у вас есть мобильная версия, то всегда нужно подумать о том, что если вы что-то делаете, хорошо бы подумать, как он может быть, хотя бы в теории, на мобильной версии. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Можно перебивать просто? Скажите. А у вас итерация одна сколько лиц? Итерация чего? Ну, в принципе. Вы на джайл работаете с клиентами или нет? Ну, если так, то чисто джайл мы не используем, но, в общем-то, итерация одна неделя, нас каждую неделю идет обучение. Да, скажи. Ну, если у вас каждую неделю идет обдейк, то у вас же есть там какие-то дополнительные планы на неделю. Ну, если сказать не реализован, то мы с тобой можем. Нет, 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 нет. Иногда забывают. А, забывают, правда. Просто забывают. Это случайно, но бывает. Ну, это, конечно, бывает редко, но это просто настолько шокирует мобильную команду, что это запоминает. Это любую команду, если мобильная были. Либо бывает так, что, вот как я сказала, у нас мобильная команда работает цельно, но иногда бывает, что разработчики большой версии сами делают свои изменения, и по незнанию какой-то нашей специфики могут, с учетом специфики мобильной версии, сделать что-то, что, ну, скажем, не очень хорошо работает. Поэтому мы всегда просим сообщать все о том, что было сделано, чтобы я, как бы, с натопток, соответственно, мобильной версии пролегала сама и посмотрела своими. Ну, и последняя такая проблема, которую мы сталкиваемся каждый день, это вознообразие устройств, вознообразие операционных систем, разрешение экранов и всего чего угодно. Скажем, последняя проблема наша была самая такая ярко запоминающаяся, потому что разрабатывали видеоплеер для HTML5, для мобильной версии, который работал на одном телефоне, не работал во втором, там ученили, не работает на третьем, и, соответственно, ну, проблема была в том, что так работает Android. Мы ничего не можем сделать, мы пытаемся, мы боремся, мы уже практически все, ну, всякие обходные пути наши разработчики там буквально днем и ночью борются с Android. Пока мы глядаем. Собственно, это все, что я хотела вам сказать. Могу вам вопрос. Как у вас автоматизация проходит? Да, автоматизация, вопрос я намеренно не обсуждала сейчас, потому что у нас для этого есть отдельная совершенно команда компании, которая этим занимается. Возможно, будет какое-нибудь тоже на эту тему выступление от нас. Я в последнее время начинаю пользоваться автотестами, не вникаю в суть, просто делаю запрос команде автоматизации, или мне нужно то-то и то-то, они мне делают. В основном сейчас я пользуюсь подглядовкой данных. Создать там 500 пользователей, завести их в онлайн, такого рода вещь. Мы автоматизируем пока что. Но в будущем мы планируем автоматизировать и ингрессионное тестирование, и приложения, которые Максим будет рассказывать сейчас. Да, потом уже автоматическое тестирование на основном сайте уже довольно давно существует. Да, просто начинаем и мы могли на мерцах. Да. На самом деле это очень облегчает работу. Я за автоматизацию, все за автоматизацию. Не за рвением ждем, потому что очень развивается функциональность. Если раньше у меня перед апдейтом уходило время, чтобы протестировать сделать игру с тестом час, то сейчас я могу на это полдня играть. Потому что много всего. Соответственно автоматизация очень поможет. Такой вопрос. А у вас, я не только не понял, две абсолютно обозначенные и абсолютно обозначенные отдельные леопатисты для мобильных устройств и для новых систем. А почему? А почему бы вы не использовали, допустим, протягивающиеся вот элементы или же, допустим, тот же V3? Немножко вопрос уже к разработчикам, а я попустил вначале, почему вы не использовали что? Почему это все не используют, допустим, протягивающиеся вот элементы и не юридируются? Да, да, да. Я хочу сказать, что все-таки растягивающие элементы это, скажем так, более современный тренд, да? И все это развивается дальше, буквально, не знаю, в последнее время. В тот момент, когда мы начинали разработку, для нас казалось, я сейчас считаю, что поддержка двух независимых меток это намного проще, чем попытка сделать рабочий сайт как там, на мобильных устройствах, так и на доступном компьютере. Именно вот такого уровня сайт большой, популярный, пользуяющиеся там миллионы пользователей. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok